Добро пожаловать в Мышкин, город, в котором в реальности сказка сплелись воедино. Здесь можно встретить лешего русалку и даже ученого кота. Интересно? Дальше будет еще интереснее. Однажды лагические вещи были украдены и попали в случайные руки. Волшебные силы вышли из-под контроля, и теперь Мышкин вот-вот погрузится в хаос. Но не стоит паниковать, ведь на страже покоя стоит сказочный патруль. Маша, Варвара, Снежка и Аленка – юные волшебницы, сохраняющие баланс между сказкой и обычным миром. Девчонки, а ведь у нас есть новое задание! Сказочный патруль – за дело! Городу требуется наша помощь. Выберем задание. Привет, друзья! Вы на канале «Просто детки», и мы продолжаем обзор игры «Сказочный патруль» вторая часть. Мы с вами уже сколько там, в общем, много заданий выполнили, и продолжим собирать пропавшие вещи. А давайте вот это вот страшилище посмотрим, зеленое. «Пиратские крыши!» Что же там такое в нем страшное? А для начала возьмем давайте Аленку, поменяем ей какую-то одежду. У нас полная версия, поэтому одежда у нас вся доступна. Это раз. Так. А почему так? Я хочу кого-то другого выбрать. Может, не нельзя выбрать другого. Ладно, поиграем пока месть... Этими девочками. А уже в следующем квесте мы возьмем других, скорее всего. Так, девчонки, давайте, поехали. Ну же. На город напала тоска! Пришло время разобраться с нею! Это зеленая была тоска. Ну что ж, сейчас мы ее разводим. С нашими сказочными приключениями. Выберем, кто поможет устранить препятствия. Так, ну начнем с Аленки. Надо подсказать Аленке, куда выстрелить из рогатки. Ага, вот сюда, на рычаг, да? Тем более, что я помню, как записывал первый патруль. Сделал вопрос, какая девочка вам больше нравится. Вот эта мелька! Так вот, наверное, процентов 70 или 80 ответила, что любимая девочка – это Аленка. Что-то мне не согласен, напишите. Возможно, сейчас у вас тут почти не поменялись. Выберем, кто поможет устранить препятствия. Так, ну Маша, я думаю, что нравится, что ты ключей. Ого! Видит, пылесос какой-то помешал. Или метла. Она устреляет с тобой в трубой пушке. Ну и выстрел! Маша просто гений! Да, там даже под кучей классики. Появились, да? Вот сюда не хочется прыгать. Но девчонкам некогда, им нужно спасать мышки. Поэтому мы едем дальше. О, привет, друзья! Потанцуем? Соберем ноты, чтобы поймать ритм танца. Думаю, после этого танца они надолго запомнят. Не было, а вообще, молодец, наверное. Классно потанцевали. Так, классно. Классно мы ее заделали, честно. Я бы не рискнул по такой дорожке пройтись, честно. Но это все сказка, а в сказках все возможно. Так, кто у нас следующий? О, прохожий там, как говорили. Просто прохожий, или что это? Опять танцуем. Соберем ноты, чтобы поймать ритм танца. Классно потанцевали. Да, что классно, то классно. О, два брата-акробата. Ну, акробата в кавычках. Что, куда им быть акробатами? Они тяжелые, да? О, смотрите, я сразу кота нашел. Обалдеть. Думал, придется дольше искать. А почему у них только один кот, а не два? Они длинницы, и их и два кота должны быть одинаковых. А вот и чудище. Маша. Так, для начала нам нужно проложить свою дорогу, да? Нужно как-то перебраться на ту сторону. Так, третья доска. Теперь, повоевать. Маша дорогу сделала, а Аленка... А-а-а-а. Чудище тоже любит танцевать. Пользуем таланты Аленки. А зря. Лучше бы там с вами повоевала как-то. Были бы шансы. А шансов, шансов никакого. Хоть она рассмеялась и хлопнула. Прикольно. Ура! Тоска побеждена. И радость снова вернулась в мир. Здорово. И давайте нам за это какой-то классный подарок. Прекрасно! Мы вернули еще один кусочек волшебного камня. Какой-то кусочек волшебного камня. То есть не целый камень, а именно кусочек. Ладно. Сейчас глянем. Ух ты, а там еще какое-то чудище. Вы видите, а он с шариками. Городу требуется наша помощь. Надо скорее вернуть похищенное, чтобы оно не попало в недобрые руки. Здесь нет кусочек этого камня. То есть, наверное, когда все их соберем, тогда уже будет, да? Как-то долго эту игру проходить, честно. Я не представляю, сколько нужно обзоров для того, чтобы пройти ее полностью. Город мышки. Давайте в городе. А, здесь, видите, мы можем уже выбирать. Выберем девочек, которые отправятся на задание. Варя. Ну, у нас пускай будет Варя. Переоденем ее в такую вот одежду. У нее еще не было, да? И Снежка. Снежка. У нее такой вот уже одежды не было. В принципе, прикольная одежда. Они такие простенькие. Прошлые одежды были немного такие понаряднее. Эти простоватые. Ну, ничего. Для приключений подойдут. Вот. А здесь появилась мелодия, как в первой части сказочного патруля. Кстати, вопрос по сказочному патрулю по первой части. Я там застрял... Мы вот-вот опоздаем в школу! Скорее, пока не прозвенел звонок! И дальше у меня не появляются новые задания. Хотя я его еще не прошел. Это у меня какой-то глюк? Или это просто играющий до конца не сделано? Пожалуйста, ответьте. Выберем, кто поможет устранить препятствия. Потому что дальше не могу ее записывать, потому что у меня просто нет новых квестов. Так, Снежка, давай ты начнешь? Начертим магический символ, чтобы волшебство сработало! А то в прошлый раз мы их затанцевали. А теперь, наверное, что нужно? Сдутик, да? А, заморозить! Опасно связываться с внучкой Деда Мороза! Да! Снежка, она такая. А мы едем дальше. Извините, ролики. У Снежки и уши прикольные, да? Выберем, кто поможет устранить препятствия. Так, Варя. Поможем Варе поймать предмет. Поймать? Где ты? Опа! Слушай, предмет, ты чего от нас убегаешь? От нас не уйдешь. Ключик какой-то. Вот, все, да? Отлично! У Вари все под контролем. И у нас тоже все под контролем. А кто из вас так тоже в школу спешит? По-моему, в школу все ходят медленно, да? Самое время применить волшебство. Или все-таки кто-то любит школу. Так, как же нам быть здесь? Ага, вот так вот. Сдуваем дыман. И можем дальше теперь ехать. Варя так виртуозно управляет ветром! Браво! Так. Какое-то следующее препятствие будет. Такое у нас уже было. Используем силу Снежки, чтобы передвинуть лед. Так, давай, Снежка. Давай, 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 постарайся. Вот, молодец. Тут ему самое место. Ну, только аж быстро лед растает. Все же тепло, жарко даже. Так что со льдом это не слишком хорошая идея. Как по мне, лучше уже досками заложили. А вот мышата. Выберем, кто поможет устранить препятствия. Решили потанцевать? Нет. Хотя, может быть, они и хотели потанцевать. Но мы им дадим только возможности. Брысь. Брысь отсюда. По-хорошему, брысь. А то сейчас улетите. Вот так. Варя так виртуозно управляет ветром! Браво! Да. Едем дальше. Ты опять вы. Вам не надоело еще мешать мне? Что бы такое сказать, чтобы убедить собеседника? Так. Насос и мячик. Нельзя вам каждый раз подсказывать. Так. Окно и занавеска. Да, и шторы. Занавеска, скорее всего. Так. Птенчик выглупляется из яичка, да? Отлично! Договорились! Да, договорились. И можем ехать дальше. Что это будет, когда мы приедем в школу? Будем учиться? Осталось буквально, наверное, одно или два препятствия. И мы это узнаем. Ему как следует. Ух ты! Ха! Не, ну конечно, воевать лучше ввести в это... Это уже клиника. Варя всегда готова за себя постоять. Ай, да. Хоть бы медвы дали. Ладно. Прорвемся. Это игра. Так, Варя, опять ты? Поможем Варе поймать предмет. Ага, да. Ключ мы уже ловили. Теперь ловим кошку. Это обычный кот. Да не тот ученый кот, который нам помогал, да? Как он в воздухе висит? Он бедный тоже не понимает, что с ним происходит. Почему он летает. Ему хочется побыстрее оказаться на полу. Так, а вот и наша школа уже, да? Где же ты? Вот школа. Ты что? Что-то приехали? Да. Оказывается, нужно было просто доехать. Ну уже. Ох ты, класс. Какой-то свиток, да? Манускрипт прям. Надеюсь, он у нас точно появится уже в нашей коллекции. А то я в каждом обзоре по одному вещи всего нахожу. Это очень мало. Вы видели, сколько их там много на полочке? Это придется, наверное, обзоров 20 сделать. Так, ну, мимимишки. Мы стараемся записывать все игры. Здесь ему самое место. Вот, у нас появился... Манускрипт. Вот он, да. То есть, я думаю, где он есть. Отлично. И осталось буквально сколько предметов до этой медальки какой-то или что? Городу требуется наша помощь. Я не знаю. Выберем задание. А, давайте выберем... Так, а что тут, я не пойму, внизу? На что она вообще... А, таланты. Пока-нибудь еще рано. Давайте повоевем с этим чудищем. Ночной город. Ночной город или какой? Я прослушал. Выберем девочек, которая отправится на задание. Ой, подождите, а у нее был этот костюм? Нет, его, видите, не заменять. Маша. Да, у них какие-то особенные костюмы. То есть, таких у нас не было еще. Класс. Куда ты уже звонишь, Маша? Давай лучше выполним задание. У нас опять новая музыка какая-то. Тут должно вот-вот уже загрузиться. Ну же. Что это за подозрительный тип? Нужно догнать его и выяснить, кто такой. Обалдеть. Он, по-моему, похож на доброго этого персонажа, да? Хоть такой он и страшный. Куда ты поехал? Как он через ворота проехал? Выберем, кто поможет устранить препятствие. Так, ну пускай Маша занимается. Поможем Маше прицелиться. Давай, Маша у нас любит стрелять. Один раз. Второй раз. И третий. А сразу нельзя было в это чудище выстрелить. Маша просто гений. Ладно, разберемся. Вот это чудище. Чудо-юдо-рыбакит. Надо изучить местность и найти потерянное. Да, потерянное гнездо. Курочка-ряба. О, вот гнездо. Быстренько мы его нашли. Поиск завершен. Едем дальше. Получается здесь, как и в оригинальной игре, тоже 4 времени суток, да, и в каждом разной декорации и все такое прочее. Скорее, надо помочь Аленке потушить огонь. Ого, а как она будет тушить? Чем? Сюда в снежку, да? Ага, вот так вот. Какой-то магии. Давай быстрей-быстрей. Плеварю, она потухла. Это волшебство. Поколотила, и она потухла, да? Так, вот она, чудище. Мы его почти догнали. Ну же, киньте в него чем-нибудь. О, прохожий, привет. Давай ты нам не будешь мешать. У нас вообще-то дело есть. Смеется тот, кто смеется последний. Вот так. Потом не говори, что я не предупреждал. О, а что это? Немного сладкого для детей. А, это сладкая вата, наверное. О, слушайте, я понял. Это, наверное, чудище сладкой ваты, да? Точно. Я почему-то сразу не подумал об этом. Опять этот скотик, слушайте, он постоянно попадается. Он, наверное, бездомный, да? Потому что он все время здесь пеняется по улице. Силы природы всегда помогают Маше. Нужно бы его куда-нибудь определить. Хорошим хозяевам. Да, я просто привык, что сладкая вата белая. А вот недавно я ездил на море, там... Надо изучить местность и найти потерянное. Вариантов этой ваты куча, там, наверное, видов 10 или 15 разных там вкусов, цветов и так далее. Вот у нас такая голубенькая вата. Так, кот, а где кот есть? Где-то на луне сидит. О, почти. На крыше, да? Поиск завершен. И вот вторая вата. Немного сладкого для детей. Вполне возможно, что апельсиновая. Вот у нас две ваты есть. Что же мы сделаем с этим чудищем, когда догоним? Попросим еще ваты. Впереди ничего не видно. Попробуем осветить дорогу. А как? Слушайте. Ага, вот же, Аленка съедится. Эй, забыл. Обалдеть, какая она красивая. Я уже видел такое, но без конца перестаю удивляться. Да-да-да. Классное волшебство. Но у нас уже впереди ничего не задержит. Или задержит? Все-таки задержит. А ну, Маша, разберись. Используем силу Маши, чтобы передвинуть предметы. Так, Машка. Давай, поднапрягись. И все. О, почти как новая дорога, да? Так, ну теперь точно мы уже... Ух ты, не понял. Кот, ты чего тут делаешь? Обалдеть. Нам так и не рассказали, кто это был, что хотел. И что мы с ним в итоге сделали. Победили или подружились, или вообще, в общем, непонятно. Городу требуется наша помощь. И нам опять не дали пейс, получается. Ух ты, там какое-то животное интересное, да? Ну, мы уже три задания выполнили, как бы. А больше для обзора у нас для одного... Надо скорее вернуть похищенное, чтобы оно не попало в новые руки. Не помещается, скажем так. Поэтому, если вы хотите узнать о продолжении этой игры, о какие-то новые приключения, новые предметы и так далее, то продолжайте следить за нашими новинками. И очень скоро я запишу следующую серию. А на сегодня всё. Если вам понравилась эта игра, то поддерживайте это видео своими лайками и комментариями. Больше поддержки, скорее выйдет следующий обзор. А так же оставайтесь с нами. Дальше будет только интереснее. Пока-пока. До новых встреч.